Всем привет! Последние 20 лет это время медленной и мучительной гибели свободы в нашей стране. Это эпоха упадка демократии и становления тирании. И конечно сейчас, оглядываясь на предыдущие два десятилетия, причем даже больше, чем два десятилетия, мы не можем не задаваться вопросом, с чего именно все началось и было ли подобное фатальное развитие событий абсолютно неизбежным. И конечно, в первую очередь нам в голову приходят определенные исторические параллели. И в данном случае я говорю, как ни странно, о периоде упадка свободы, а именно гибели республики в Риме. И именно этому будет посвящен наш сегодняшний выпуск. Но прежде чем мы начнем, пожалуйста, подпишитесь на этот канал, обязательно поставьте лайк, желательно в процессе просмотра. Оставьте комментарии, нам очень важно ваше мнение и не стесняйтесь спорить и дискутировать. А также обязательно подпишитесь на мой личный канал, ссылка на него будет тоже в описании. Кроме того, для тех, кто хочет поддержать нас отдельно, есть функция суперспасибо. Это для тех, кто находится за границей, за пределами России. Ну и просто есть ссылка на донаты, которая тоже будет в описании к этому ролику. А теперь начинаем. Для начала давайте определимся с той эпохой, о которой мы сегодня говорим. Считается, что история Древнего Рима подразделяется на три больших периода. Первый большой период – это так называемый царский период с момента основания вечного города, вечный город – это Рим, в 753 году до нашей эры и вплоть до изгнания последнего римского царя Торквиния Гордова в 509 году до нашей эры. Затем начинается другой длительный период, который продолжается вот как раз с конца 6 века до нашей эры вплоть до конца 1 века до нашей эры. Это период республиканского Рима. И как раз именно про этот период, а именно про его завершение мы сегодня будем говорить. Ну а затем последний этап – это уже имперский Рим или императорский Рим, который как раз начинается с правления знаменитого первого наследственного римского императора Октавиана Августа. И этот период длится вплоть до падения Западной Римской империи в 476 году нашей эры. Но прежде чем перейти к непосредственному описанию того, как погибала Римская республика, как она постепенно трансформировалась в Римскую империю, мне, конечно, хотелось бы дать в целом исторический контекст и описать, что вообще из себя представляла Римская республика. Тем более, что античное понимание республики – это абсолютно не то же самое, чем то, что мы представляем, когда говорим про новое время. Разумеется, Римская республика была несовершенна. Это была республика в античном смысле этого слова, то есть республика для избранных. Тем не менее, с течением времени, по мере того, как проходили столетия, республика и такая, ну, можно сказать, первичная античная демократия, она все более расширялась и становилась уделом уже не избранных, а более широких слоев населения. Ну, я думаю, что многие из нас знают, что высшим органом власти в Республиканском Риме был, конечно, Сенат. Именно Сенат принимал ключевые решения и, кроме того, Сенат избирал из своего состава двух консулов. Именно два консула, это были вообще высшие органы власти, это были два человека, которые избирались сроком на один год и имели достаточно широкие законодательные полномочия. Изначально оба консула должны были происходить из числа патрициев. Патриция – это самые знатные, самые древние аристократичные роды республиканского Рима, ну, и в целом Рима, и, соответственно, можно сказать, что это было знать. Однако, основным содержанием республиканского периода римской истории была борьба патрициев и плебеев, а точнее плебеев за расширение своих собственных гражданских и политических прав. И более того, если мы посмотрим в исторической динамике, в исторической перспективе, мы увидим, что, как ни странно, именно плебеи выиграли в этой борьбе. Изначально оба консула должны были избираться только из состава патрициев. Однако затем, по мере расширения гражданских и политических прав плебеев, они получили право на то, чтобы один из этих самых двух консулов избирался именно из состава плебеев. А затем, уже в середине IV века до н.э., в 342 году до н.э., был принят новый закон, в соответствии с которым происхождение консула вообще не играло никакой роли. То есть, с этого момента консулом, любым из двух консулов мог быть как патриций, так и плебеем. И считается, что как раз середина IV века до н.э. это полное уравнение патрициев и плебеев в их гражданских и политических правах. Кроме того, стоит сказать, что огромную роль в республиканском Риме играли не только патрицианские органы власти, а именно Сенат, но и так называемый народный трибунат, который возглавлялся народным трибуном, представителем как раз плебеев, который имел право накладывать вето, то есть запрет на любое решение Сената и консулов. Таким образом, не будет преувеличением сказать, что с течением столетий Римская Республика действительно демократизировалась и становилась республикой в полном смысле этого слова, то есть республикой для широких слоев населения, а не только для избранных. В общем, можно сказать, что Римская Республика, конечно, не была лишена каких-то недостатков и проблем, но тем не менее в течение столетий она функционировала. И с каждым новым десятилетием и столетием она становилась все более приспособленной к нуждам населения. И вот тут как раз стоит задать тот самый вопрос, в какой момент что-то пошло не так и что конкретно пошло не так, почему в итоге свобода и республика умерли, уступив место империи и тирании. И первой основной причиной гибели и падения Римской Республики стоит назвать, конечно, общее неблагополучие римского государства, которое особенно обострилось в III, II и тем более I веке до н.э. Чем это было вызвано? Ну, во-первых, это, конечно, последствия очень тяжелых, кровопролитных и изнурительных пунических войн. Пунические войны, напомню, это три крупных войны, самая крупная из которых Вторая Пуническая война. Это войны между Римской Республикой и Карфагеном. В этих войнах Рим одержал убедительную победу, но, тем не менее, эти войны действительно очень тяжким бременем легли на экономику Рима и, в первую очередь, конечно, на благосостояние и благополучие самых широких слоев населения, то есть тех самых плебеев. В частности, вот Вторая Пуническая война, это как раз самая тяжелая и самая трудная война, в которой соперником Рима выступал знаменитый полководец Ганнибал. Ганнибал, эта война велась в основном на территории Италии, причем она велась более десятилетия. И, как вы понимаете, Ганнибал со своим войском, который находился на территории Италии, он фактически полностью разорил и уничтожил римскую экономику. Римская экономика, разумеется, в итоге оправилась от этого удара, но необходимо понимать, что огромный поток капитала и рабов, которые в итоге получила Римская Республика, благодаря контрибуциям от карфагенской державы, все вот эти капиталы, они оказались сосредоточены в руках нобилитета, то есть римская аристократия, римских патрициев и самых богатых плебеев. Ну и наоборот, плебеи, то есть самые низшие слои населения, не получили ничего, кроме ужасающей инфляции, обеднения, обнищания, попрания их прав, ну и таким образом фактически из пунических войн, широкие слои римского населения вышли еще беднее, чем они были до этого. И вот эта ужасная имущественная дифференциация, когда выделилась безумно богатая аристократичная прослойка, которая находилась наверху, прослойка, которая буквально купалась в золоте, купалась в, можно сказать, в рабской силе, которая имела огромные плантации. В общем, прослойка, которую в настоящее время их назвали бы олигархами. И вот эта прослойка, она, конечно, кардинальным образом по своему уровню и образу жизни отличалась от бедных несчастных плебеев, которые составляли более 90% населения Римской Республики. Плебеи страдали от резкого повышения налогообложения. Именно они гибли в тех завоевательных войнах, которые вел Рим, причем не только против Карфагена, а, например, против греческих полисов государств. В общем, вся тяжесть вот этой агрессивной внешней политики, точно так же, как и у нас сейчас в России, ложилась на плечи самых низших, самых необеспеченных и самых бесправных слоев населения. Вот, как вы видите, это первая параллель между ситуацией в Римской Республике и в современной России. Кроме того, стоит сказать, что вот эта огромная имущественная дифференциация, когда богатые слои общества безумно разбогатели от притока рабов и капиталов, а нижние слои населения, наоборот, обеднели, конечно, это тоже еще одна историческая параллель с ситуацией в нынешней России. И самое ужасное, что можно сказать, что эта дикая имущественная дифференциация в Римской Республике привела к тому, что как раз был уничтожен тот самый средний класс, вот о котором очень часто говорится у нас сейчас, который фактически исчез в России, но своеобразный средний класс был, конечно, и в Римской Республике. И именно он был опорой этой самой республики, поскольку, как мы понимаем, что супербогатые, что сверхбедные, они не заинтересованы в сохранении республики. Наоборот, они жаждут монархической, а, возможно, и деспотической власти. И вообще исчезновение среднего класса, к сожалению, всегда и в эпоху Римской Республики, и в настоящее время всегда приводило к тирании, деспотии и узурпации власти, что мы как раз и видим по современной России. Разумеется, римские политические деятели не могли не понимать, чем чревата вот подобная социально-экономическая ситуация. Ситуация, которая была связана с огромным разрывом в доходах сверхбогатых и сверхбедных. И, конечно, они понимали, что текущая ситуация, которую, ну, лично я бы метафорически описал знаменитым четверостишием из песни «Аквариума», которая звучит следующим образом, что «наш поезд в огне, я видал генералов, они пьют и едят нашу смерть, а их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть». И вот, разумеется, эта ситуация, она не могла не беспокоить римских политических деятелей. И в этом плане неудивительно, что уже во II веке до н.э. предпринимаются первые попытки каким-то образом реформировать ту систему, которая довела до подобного фатального развития событий. И, в частности, на вторую половину II века до н.э. приходятся реформы братьев Гракхов. Это были два брата Тиберии и Гаи Гракхи, которые пытались провести и в итоге провели, хотя и не в полном объеме, аграрную реформу. Реформу, которая должна была наделить самые бедные слои населения, то есть плебеев, определенными, ну и при этом достаточно большими земельными наделами. Однако, и вот тут мы видим опять определенную параллель с нынешней ситуацией. Судьба реформаторов, судьба тех людей, которые пытались как-то изменить систему, оказалась очень печально. И Тиберий, и Гаи Гракхи, оба брата, были в итоге убиты по наущению Сената, поскольку Сенат, Патриции, конечно, не хотели делиться своей властью и своим богатством. Второй важнейшей причиной гибели и упадка Римской Республики стоит назвать, как это ни странно, появление в Риме профессиональной армии. Стоит сказать, что изначально, когда римское государство только формировалось, когда оно еще было маленьким царством, то есть в царский период, которое не превышало по территории, современной территории Лациума, то есть небольшой части Центральной Италии, в этот период основу римского войска, конечно, составляло местное ополчение. Плюс патрицианская кавалерия, но, как вы понимаете, местное крестьянское ополчение, это была подавляющая часть римского общества. И мы прекрасно понимаем все недостатки подобного войска. Это, конечно, отсутствие дисциплины, это отсутствие хорошего вооружения, но, тем не менее, у этого войска было одно огромное преимущество, это его высочайший моральный дух. Потому что крестьяне, которые в случае нападения внешнего врага, которые в случае той или иной внешней угрозы брали в руки меч и шли защищать себя, свою землю и свою свободу, конечно, несмотря на недостаток обучения, они дрались до конца. Они действительно сражались за свою землю. И надо сказать, что на первых порах экспансии римского государства, когда римское государство сталкивалось с другими такими же не столь дисциплинированными и мощными субъектами мировой политики, например, с галлами, например, с этрусками, с другими латинскими племенами, с сомнитами, ну, в общем, в основном с племенами, которые жили на территории Пенинского полуострова и севернее него. Вот в тот момент, когда римляне сталкивались с этими племенами, конечно, местное ополчение было вполне конкурентоспособным и оно отвечало духу времени. Но затем, уже в IV и особенно в III веке до н.э., когда Римская республика начинает выходить по-настоящему на международную арену, здесь она сталкивается с куда более серьезными противниками. Ну, и как раз речь идет про ту самую карфагенскую державу, о которой я уже говорил, и соперничество с которой вылилось в пунические войны. И, как вы понимаете, местное ополчение вытянуть войну против мощнейшей карфагенской державы уже не могло. Соответственно, у Римской республики возникла настоятельная потребность в появлении профессиональной и мощной армии. То есть, это та самая армия легионеров, те самые железные римские легионы, о которых мы сразу вспоминаем, когда говорим про римскую армию. И, разумеется, эта армия имела огромное количество преимуществ. Вот она была куда более дисциплинированная, она была лучше вооружена. Это были те люди, которые вообще посвятили себя военной карьере. И именно это позволило в итоге Риму одержать победу над карфагенской державой. Но, как обычно, у медали есть две стороны. И оборотная сторона этой медали, негативная сторона этой медали заключалась в том, что римская армия из инструмента защиты своей державы, из инструмента защиты свободы, ну, поскольку раньше это был крестьянин, который брал в руки оружие, отстаивал свою независимость и затем возвращался к производительному труду. Так вот, римская армия из такого инструмента защиты свободы в итоге превратилась в инструмент угнетения. Потому что римская армия полностью оторвалась от своей народной почвы, она стала зависима не от крестьян, не от ремесленников, из которых она теоретически формировалась. Нет, она стала зависима от полководцев, от нобилитета, от решений сената, то есть от тех, кто конкретно платил этой самой армии деньги. И вот это привело к тому, что мы имеем классическую ситуацию, когда армия превращается из инструмента защиты гражданской свободы, наоборот, в инструмент принуждения, эксплуатации и уничтожения этой самой свободы. И здесь мы, как вы понимаете, видим очередную параллель с нашей многострадальной Россией, когда органы правопорядка, когда армия, когда всякий там Вагнер и прочие военизированные подразделения, они превратились из инструментов защиты нашей свободы, из инструментов действительно отстаивания гражданских прав и свобод, они превратились, к сожалению, в игрушку в руках тех, кто стоит наверху, то есть в игрушку в руках правящей элиты, олигархов, правительства, Путина и всех остальных. Вот она очередная параллель, когда та сила, которая была призвана защищать гражданскую свободу, в итоге становится душителем этой самой свободы. Третьей ключевой причиной падения Римской Республики можно назвать концентрацию власти и особенно капитала в руках как раз римского нобилитета и самой верхушки, и в том числе в руках самых амбициозных и талантливых полководцев. Вот как раз предыдущая причина была посвящена тому, что армия стала фактически игрушкой в руках Сената, сначала Сената, а затем и наиболее талантливых полководцев, таких как, например, Сулла или Юлий Цезарь или Помпей Великий, ну, вкратце про них я еще скажу позже. И вот, как вы понимаете, эта самая верхушка, благодаря тому, что она получила огромные доходы в результате пунических войн и разграбления Карфагена, эта самая верхушка, она, наконец, обзавелась не только желанием и амбициями, но и конкретной возможностью для того, чтобы, во-первых, подкупать армию, а во-вторых, подкупать еще и плебс. И возникла та самая классическая ситуация, когда верки населения были готовы платить плебеям за то, чтобы они поддерживали их на выборах, чтобы они молчали, чтобы они, грубо говоря, не выступали против той узурпации власти, которая намечалась в республике. Ну, а в свою очередь плебеи, которые находились буквально на грани выживания, конечно, они были очень рады этим подачкам со стороны власти, они охотно их принимали и, более того, к сожалению, были готовы продать свою собственную свободу за обещание хлеба и зрелищ. Та самая знаменитая латинская фраза, которая звучит как panem et circuncis, то есть хлеба и зрелищ, как я сказал. Ну, и вы понимаете, что ни к чему хорошему привести это не могло. Если широкие слои населения готовы поступиться своими основополагающими правами и свободами, если они готовы продать их за обещание тех самых зрелищ и хлеба, то, конечно, это приводит к тому, что в начале подачки плебеи действительно получают, но потом, после того, как власть полностью узурпирована, всякая необходимость в дальнейших подачках, в подкупе избирателей, фактически сводится к нулю. И таким образом мы приходим к очень печальной и неутешительной параллели, которая очень напоминает ситуацию наших тучных нулевых и начала десятых годов, когда благодаря нефтедолларам все мы, то есть широкие слои населения, к сожалению, предали и продали нашу свободу. То есть за обещание повышения зарплат, за то, что с нами как бы делились частью вот этого нефтяного пирога, наш так называемый нобилитет с нами делился, вот за все эти моменты мы, к сожалению, были готовы отступиться от сохранения наших политических и гражданских прав. И в итоге мы имеем то, что сейчас имеем. Отсутствие прав, экономическое неблагополучие, массовое обнищание и, конечно, войну. Четвертой причиной падения Римской Республики было расширение территории государства. Вот это как раз вследствие, с одной стороны, пунических войн, а с другой стороны, расширение территории римского государства не только в западном, но и в восточном направлении, в частности, на Балканский полуостров. И, конечно, нужно понимать, что одно дело управлять при помощи республиканских методов управления небольшим государством на территории Апеннинского полуострова или даже только Центральной Италии, и совсем другое дело управлять огромным государством, которое раскинулось фактически по всей территории Средиземного моря и стало гегемоном как западного Средиземного моря, так и восточного. И, конечно, по мере расширения территории государства усложнялась и внутренняя структура римского общества. Оно становилось все более сложным, все более разнородным, все более разношерстным и разнообразным. И, как следствие, управлять вот этой новой, более сложной и тяжелой махиной при помощи прежних методов управления теперь уже было фактически невозможно. При этом я хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, речь абсолютно не должна была идти об упразднении республики. Да, республика бесспорно требовала реформирования, и прежние методы управления уже не годились. Но это абсолютно не означало, что оставалась только одна альтернатива, а именно монархия и узурпация власти. Нет, был возможен другой путь. Это путь развития республиканских институтов, их упрощения и, соответственно, приспособления этих самых институтов под нужды как можно более широких слоев населения. И еще один момент, который мне хотелось бы отдельно упомянуть, это то, что я бы не хотел, чтобы ни у кого сложилось такое превратное впечатление, что якобы большим государством невозможно управлять демократическим способом. Я не берусь судить, насколько действительно это было возможно в период античности или средневековья. Но сейчас, при развитии нынешних технологий, когда от процесса принятия решения до его реализации могут проходить буквально минуты, благодаря тому, что можно принять решение и сразу оповестить о нем исполнителя на другом конце страны, вот сейчас разницы между большим государством, то есть Россией и каким-нибудь Люксембургом абсолютно нет никакой. То есть вот этот тезис о том, что Россия слишком большая для демократии, сейчас уже категорически неприменим. Ну и, наконец, последняя, пятая причина упадка Римской Республики и установления монархической формы власти, это, конечно, общая политическая нестабильность, которая была характерна для эпохи поздней республики. Откуда происходила эта нестабильность, я думаю, вы уже понимаете. Это из общего социально-экономического неблагополучия государства, это как раз из профессионализации римской армии, то есть превращение ее в инструмент подавления гражданской свободы, то есть как раз из всех тех причин, которые я до этого перечислил. То есть вот этот масштабный социально-экономический кризис, он, разумеется, не мог не вылиться в кризис политический. И действительно, когда мы говорим про период II века до н.э., когда как раз были убиты братья Тиберии Гайгракхи, и особенно про I век до н.э., мы в первую очередь вспоминаем, конечно, кровопролитные и тяжелейшие гражданские войны, которые регулярно сотрясали Римскую Республику. Ну и вы понимаете, что в этих условиях, когда буквально каждое десятилетие начинались гражданские войны, римский народ начинал роптать. Он требовал установления жесткого порядка, пускай и путем отказа от политических и гражданских прав и свобод. Он требовал сильной руки. И, к сожалению, вот тут мы опять видим некую параллель современной России, когда такой определенный хаос и экономическое неблагополучие 90-х годов привело к тому, что у очень широких стоев населения сформировалась такая порочная потребность в сильной руке, что, мол, придет сильный правитель, который жесткой рукой наведет порядок, но, как мы видим, ничего хорошего из этого не вышло, и, конечно, выйти изначально не могло. Таким образом, как вы понимаете, к середине I века до н.э. в целом комплекс причин, которые должны были обусловить падение Республики и установление монархии, уже был сформирован. Ну и теперь, в заключение, мне хотелось бы вкратце описать, как именно это происходило и к чему это привело. Кстати, очень интересный факт, что падение Римской Республики и установление Римской империи в метафорической форме, вот в ходе таких долгих, кровопролитных и тяжелых гражданских войн, было описано, как признавался сам режиссер, знаменитым Джорджем Лукасом, в своей эпопее «Звездные войны». То есть, гибель Республики и установление Галактической империи, это как раз такое метафорическое описание гибели Римской Республики и установления Империи Римской. Каким же образом происходило падение Республики? Вообще, весь период I века до н.э. это, как я сказал, период бесконечных гражданских войн. Ну, сначала это была война между Суллой. Сулла – это был представитель римского нобилитета, представитель так называемых оптиматов. Оптиматы – это такая, можно сказать, политическая партия в Риме, конечно, не в современном понимании, но, в общем, это политическое течение в Риме, которое опиралось и защищало нужды, в первую очередь, Сената. И вот возникла гражданская война между Суллой и так называемыми марианцами. Марианцы – это последователи Гая Мария, который представлял противоположную оптиматам политическую силу, а именно популяров. Популяры – это те политические деятели, которые, наоборот, опирались не на нобилитет, не на высшие слои общества, а на широкие слои населения. Именно поэтому они так и назывались – популяры, то есть они как раз стремились к такой популярной популистской политике, к опоре на самые широкие слои населения. И вот эта гражданская война, которая закончилась воцарением Суллы, тем, что Сулла стал первым диктатором, бессрочным диктатором Рима в 82-м году до н.э. Это привело к тому, что был создан прецедент, когда один человек на несколько лет узурпировал власть в Риме. Однако тут стоит сказать, что Сулла поступил очень нестандартно для своего времени. С одной стороны, он проводил массовые политические репрессии, он формировал так называемые проскрипционные списки. Вот это слово потом вошло в поговорку. Проскрипционные списки – это списки тех людей, которые подлежали репрессиям. И вот с одной стороны, он действительно всячески уничтожал оппозицию. С другой стороны, в 79-м году до н.э. он неожиданно для всех ушел в отставку и полностью передал власть обратно Сенату. То есть его диктатура продлилась всего 3 года. Но, как мы понимаем, гражданская война между Суллой и его сторонниками с одной стороны и марианцами с другой – это был лишь первый эпизод падения республики. Вкратце скажу, что еще до этого была и другая гражданская война, которая была вызвана в основном этническим фактором. Это так называемая союзническая война 91-го, 88-го годов до н.э., в которой против римлян выступили их бывшие союзнические племена. Именно поэтому эта война так и называется. И они выступили против римлян, потому что они требовали полного уравнения себя в гражданских политических правах с коренными римлянами. И хотя римляне выиграли в этой войне, тем не менее они пошли на значительные уступки и значительно расширили гражданские права вот других римских племен. После диктатуры Суллы Рим продолжили сотрясать гражданские войны. Ну, наверное, самой известной из них стало печально знаменитое восстание под предводительством Спартака. Это было восстание рабов и особенно гладиаторов. Но, конечно, надо понимать, что в этой войне речь шла не только о борьбе рабов и гладиаторов, против своих хозяев. Нет, это была полноценная гражданская война, в которой очень тесно переплелись самые разные социально-экономические, политические, гражданские и культурные мотивы. Ну, а следующим этапом падения республики стала уже гражданская война между наиболее амбициозными, наиболее знаменитыми, наиболее такими пользовавшимися поддержкой со стороны армии полководцами. И, в частности, речь идет о противостоянии между Гаем Юлием Цезарем и Помпеем Великим. За Помпеем Великим стоял, в первую очередь, Сенат, тогда как Гай Юлий Цезарь был как раз представителем тех самых популяров, о которых я уже говорил. Ну, и эта война, гражданская война между сторонниками Гая Юлия Цезаря и Помпея Великого, она закончилась, как мы знаем из истории, победой Гая Юлия Цезаря, установлением его бессрочной диктатуры, однако и эта диктатура продолжалась недолго. Уже в 44-м году до нашей эры Гай Юлий Цезарь был убит в Сенате, тот самый знаменитый эпизод, который затем вошел в историю и культуру. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что Гай Юлий Цезарь, как крайне харизматичная личность, плюс как государственный деятель, который провел целый ряд централизационных реформ, вот он полностью подготовил почву для установления единовластия. Ну и, соответственно, после этого начинается последний этап гибели, свободы и республики, который связан с гражданской, очередной гражданской войной, теперь уже между последователем Юлия Цезаря, это Марком Антонием, с одной стороны, и с другой стороны между приемным сыном Гая Юлия Цезаря, Гаем Октавием, который впоследствии вошел в историю, как Октавиан Август. Эта война закончилась полной победой Гая и Октавиа. Марк Антоний в итоге совершил самоубийство. Точно такое же самоубийство совершила еще одна, еще один знаменитый деятель в истории, это, конечно, Клеопатра, которая была такой любовницей и фавориткой сначала Юлия Цезаря, а потом Марка Антония. Кроме того, Гай Октави устранил и других политических конкурентов, например, сына Юлия Цезаря от Клеопатры, так называемого Птолемея Цезариона. И сложилась такая очень печальная ситуация, когда приемный сын Цезаря фактически убил его родного, настоящего сына. Но, как бы то ни было, Гай Октавий полностью устранил всех политических оппонентов, и в 27 году до н.э. буквально в одиночестве, стоя на трибуне в Риме, он провозглашает долгожданное завершение эпохи гражданских войн в Риме. И, конечно, все это сопровождалось триумфом, это сопровождалось тем, что Гайу Октавию был присвоен титул Август, который он впоследствии, в годы своего правления носил. Август – это значит великий, это значит достопочтенный, и, казалось бы, все хорошо. Но, конечно, вот эти красивые декорации, вот это народное ликование от завершения периода гражданских войн, оно, к сожалению, скрывало тот печальный факт, что, по сути, республика была мертва. И именно Октавиан Август, который как раз вот меняет имя с Гайя Октавия на Октавиан, Август, он становится первым наследственным императором Рима и, таким образом, первым императором Римской империи. То есть, республика окончательно умерла, а на ее месте возникла Римская империя. И о том, к чему это привело, мы обязательно поговорим и проведем другие исторические параллели в одном из последующих выпусков. Ну и в завершении, что мне хотелось бы сказать. Вот, как вы видите, действительно история Рима, как ни странно, имеет очень много параллелей современной истории России. Это те параллели, которые я уже перечислял. Это, конечно, стремление плебеев к отказу от своих гражданских и политических прав, к отказу за какие-то небольшие материальные подачки. Это, конечно, превращение армии сил правопорядка из инструмента защиты гражданской свободы в инструмент ее уничтожения. Это, конечно, гражданская и политическая нестабильность. Это желание сильной руки, это стремление навести какой-то такой порядок жесткой рукой, который в перспективе должен был обеспечить Римской Республике, ну и точно так же России, как некогда думали самые широкие слои населения, благополучие и процветание. Но, как мы увидим в дальнейшем, ни благополучие, ни процветание это, разумеется, не принесло. То есть, гражданские права и свободы были потеряны абсолютно впустую. Единственное, что мне хотелось бы сказать в конце, это тот факт, что, на мой взгляд, римская ситуация, тем не менее, отличается от нашей родной ситуации российской. Вот, как мы знаем из истории, впереди у Древнего Рима, у Римской империи были очень серьезные и очень тяжелые потрясения. И в этом плане я продолжаю оставаться оптимистом, и я абсолютно уверен, что то, что мы наблюдаем сейчас, это лишь небольшое отступление перед новым большим прыжком. Это отступление перед демократией, но, тем не менее, в нашем случае демократия и республика не погибнут безвозвратно, не погибнут так, как это произошло, в частности, в Римской республике, а затем и империи. Ну и в завершении, конечно, мне хотелось поблагодарить вас за внимание, призвать вас поставить лайк, нажать колокольчик, чтобы ничего не пропустить, потому что впереди у нас еще очень и очень много всего интересного. Обязательно пишите комментарии, обязательно спорьте и дискутируйте и с нами, и между собой в комментариях. Для нас это очень важно, и нам это очень интересно. И также подписывайтесь на мой личный канал, ссылка на него будет в описании, а также на мои соцсети, на Facebook и Instagram. Если вам нравятся наши ролики, вы также можете поддержать нас, используя функцию «Суперспасибо». Это для тех, кто находится за пределами России, а также просто ссылку на донаты, которая будет в описании к этому ролику. А это была рубрика «Исторические параллели» на Автозаклайф, и я, Петрович Белкин Олег. Спасибо и до свидания.